Гадя! Так себя назвала наша радиослушательница. Она пишет, Моя невестка выразила желание общаться откровеннее. Восьмой год они вместе, детей нет, они в кризисе. Он изменил, это был почти детский поступок, от упрямства. До этого мы не общались. Так руководил сын, видимо считая, что это удобнее. У меня вопрос, как теперь общаться с невесткой. Ей трудно переживать все это, но к Богу ей трудно еще повернуться. Спасибо, Гадя, за вопрос. Общайтесь с вашей невесткой так, как она этого хочет. В смысле? Хочет она целый час, говорит. Слушайте ее целый час. Задавайте ей вопросы уточняющие. Спрашивайте ее, правильно ли я тебя поняла. И озвучивайте то, что она сказала, ну так, кратко. Ваша задача сейчас в том, чтобы вы как можно лучше понимали и чувствовали вашу невестку. Потому что когда придет время вам высказывать свое мнение, давать совет, рекомендацию, вы уже должны быть уверены, что это не просто ваше мнение. Оно основано на анализе того, что говорила невестка, на вашем четком понимании, что вы действительно ее понимаете. И невестка вам об этом свидетельствовала, когда вы ее выслушивали. Возьмите, ну по крайней мере, пару недель. И не берите инициативу в свои руки в разговоре. Наоборот, будьте ведомы. Пусть она будет ведущей, а вы ведомы. И даже если вы инициируете разговор, ну потому что она замолчала и вроде как нечего сказать, постарайтесь узнать все, что нравится вашей невестке. Музыка, фильмы, книги, люди, все абсолютно. И говорите с ней о том, что ей нравится, что ее интересует. Вы должны как можно лучше узнать свою невестку. Говоря с ней о разных сторонах жизни, о ее интересах, вы начнете лучше понимать и своего сына. И в конечном итоге через свою невестку вы лучше начнете понимать отношения в их семье. Вы же своего сына-то более-менее знаете. А что, вашей невестке трудно к Богу повернуться? Ну так каждому человеку трудно к Богу повернуться. Когда тяжело, когда боль. Дайте ей время. Она ведь не проклинает Всевышнего. Она так вот, ну как бы, сама по себе, да? Ну что, пусть поживет так. Наверное, она не может простить своего мужа за измену. Но если он изменил, значит и ее в этом вина есть. Пусть маленькая, но есть. А может быть даже и большая, но признаться в этом не хочет. Ну вот так. Спасибо вам, Гадя. Прямой эфир День Добрый. Я его ведущий Евгений не только отвечу на вопрос, но и дам практическую рекомендацию. Рекомендацию. Рекомендация.